О, есть, я нашёл его, он обосрался, хорошо. Их там вдвое, там два человека, один из них с обезьяной. Я превратился в статую. Давайте, там наездник, у него, наверное, куча вещей, надо схватить, схватить, схватить. Он на меня дыхнул, у него сорта воняет. Ну что это? Всем здорова и добро пожаловать на канал Аркирского периода. Приятного просмотра. В этой серии я буду получать сотый уровень и будут подготавливаться к заселению нашей новой базы. Так, я на Айленде. Окей. Начинаем сбор заметок. Куда? Куда убегаешь? Нашёл до того гражданина. Ладно, знаете. Что-то мне не хочется его убивать. Стоп, он по мне стреляет. Ты что, пострелять по мне хочешь? А он просит его спасти. Это спасение людей от комсорнатов. Всё, давай, живи, пацан. Поехали дальше. Сейчас будем качать левел с 300 IQ. Я сейчас буду одновременно заметки собирать и платы крафтить. Я встретил дракона. Смотрите, дракон от меня улетает. Фак! Он меня снял! Ох, отпустил дурачок. А, он не может лапу обить, это же уверенно. Он на меня дыхнул. У него с рта воняет. Ладно, он приземлился. Окей, надо что-то делать. Надо бы сваливать. У меня заметка X4 вообще-то действует. Мне сейчас надо усиленный левел качать. Как бы этого свалить? О, всё, он не преследует меня? Я сейчас через кусты и невидимость возьму и через кусты полечу. Мне сейчас нельзя умирать, пока у меня заметка действует. С его размером всё равно в деревьях он будет врезаться в каждое дерево. Так что я думаю, я спасён. Не знаю, что качать, болезни нету. Уже у нас какой? 95 уровень получается. Продолжаем. А, 96 уровень, продолжаем крафтить плоты. Вижу моногарма на обелиске. Давайте. Там наездник, у него, наверное, куча вещей надо схватить. Схватить, схватить. Что? Я нажал кнопку, почему она не схватила? Нет, ну фак. Я такой шанс провтыкал. Ну почему? Игра, за что ты так со мной? Попытка номер 2, давай, давай, давай. Да почему она не хватает? Что происходит? У меня кнопка не работает. Ну, ну. О, нет. О, нет. Я превратился в статую. Чёрт. Здесь мода убили. Ладно, валим. Улетаем. Нет, он мне задувает. А, мой перец ещё ничего не жрёт. Фак. Ладно, я думаю, шансов нету свалить. Так, хочется сказать, он от меня отвалил. Блин, я несколько вещей дропнул сверху, и он от меня отвалил. Возможно, лутает мои вещи. Окей, я выжил. Хорошо. И чел в онлайне был. Возможно, он онлайн. Я сам себя топором ударил, или чё, и сдох. Как так? Так, ну план такой. Сейчас буду ресурсы собирать для плотов. Насобираете все рейсы. Вы просто посмотрите на это. Смотрите. Хотел бы структуру построить ряда. Вот тут челик построился. Чел был в онлайне 20 минут назад. Смотрите на это. Промка чужая. Так, окей. Бензин. Это блин, старт сервера. У чувака тут уже. Промка такая халявная. Ого, уже заметная паста. Шоссе с металла скрафтить меч. Может, какой-то все сделать. Металл еще есть, пацана, плавил. Как интересно, опыт закрафта в его ступке мне идет. Смотрите, чуваки на Титане дроп защищают. Дроп защищают он. Видите, я не могу ублизить. Ну, я на монтаже могу ублизить, в принципе. Интересная, кстати, стратегия. Пустынного Титана вроде как легко проручить. Они сразу же проручили его и защищают дропы. Интересный план у них. Я пришел опять на промку, и тут птер стоит теперь. Какого хрена он тут делает? Походу, нам надо избавиться от свидетеля. Я не позволю, чтобы тут челики с птерами тусовались, когда я левел повышаю. Так, все, от свидетеля избавились. Мне кажется, сейчас чувак придет. Он увидит табличку, что птера убили. Окей, о, кожа, хорошо. Забираем, хитинь тоже пойдет. Так, что я хотел себе серп сделать? Чел тут в онлайне бегает рядом, а я серпы у него крафчу, блин. Два раза уже здесь, на меч себе с... Он пришел, чел пришел. У него огнестрельное оружие есть. Он свалил, продолжаем крафтить. Ладно, все, нормально, я ухожу, чел. Все нормально, я всего лишь избавил тебя от летучей жилки. Так, складываем ресурсы все себе в ящик сюда. Сейчас я собираю ресов и буду крафтить плоты и повышать супер-мега-быстро уровень. Так, беру заметку номер x2, вот здесь, на карте я показал. И беру, сразу беру x4 и буду крафтить плоты. Это максимальная эффективность получается. Вам будет дохренище опыт отдаваться. Все, заходим в свой дом развития. И погнали крафтить плоты. Сейчас посмотрим, кстати, сколько опыта будет идти. Видели, сколько вот? Столько вот добавилось опыта. Изи вообще. Очень важная поправка, 2, 3, 3 и 3, и x6. У вас на рейтах x1 и x2 не будет докачаться. Надо починить свой топор. Я вернусь к этому пацану, которого я птера убил. Так, смотрим, они там. Что? Их там двое! Там два человека. Один с них с обезьяной. Не, ну нафиг. Ну нафиг. Два челика в Виталберне. Не, я не хочу зарываться. Так, берем еще одну x4. Заметка здесь. 101 уровень у нас уже есть. Сейчас буду качать левел еще пока x4. Так, все. Все, практически вкачался я 102 уровень. Нашел тут соломенный домик. Не мог пройти мимо. Давайте посмотрим, что внутри. Такое. Нашел немного наркоты и все. А то понятно. А еще у меня тут какой-то паразавр детектит. Надо расследовать это дело. Блин, музыка, кто-то босса прошел. Блин, охренеть. А не, дроп, чуваки, задефили. О, есть, я нашел его. Он обосрался, хорошо. О, птер есть у чувака, а не фигасе. Кстати, челик, блин. Челик в онлайне, он может знать, что я здесь. Он по-любому знает, паразавр детектит меня. О, металл у чела. Хрена себе. Можно седло себе на десмода сделать электроника у чувака. Офига себе, кожа, все полезное такое. Паразавр меня сейчас жестко палит. Давай что-то полезное скрафтим и свалим отсюда. Давай седло на десмода себе. Придется с птером расправляться. Я не хотел его убивать, честно. Но сейчас придет хозяин, сядет на этого птера и мне расскажет о жизни. Ладно, долбим шкаф. Долбим шкаф и смотрим по сторонам. Хозяин будет, приходите ли нет. Я надеюсь, у него будет электроника. Мне на турели надо будет много электроники. Так что делаем ставки. Что будет внутри? Так, челик пришел, хозяин. Голый, быстро бегает. Стоит ли мне за ним гнаться? Тем более, я пить хочу. Ладно, я попил. Ладно, хрен с ним. Пойду выносить шкаф дальше. Блин, так смешно. За мной жук бегает его. Он новозного жука поручил. Смотрим, что тут. Электроники нету. Седло. Кожа. Наркота. В принципе, берем. Нормально пойдет. Окей, берем. Все легенькое. Все легенькое и цененькое. И валим на фе отсюда. До свидания. Блин, чувак на таксете мне запалил. А он на Титане летает даже. Вот он на Титане за мной летит. Жесть. Блин, что за хрень? Это традиция какая-то, что я, когда качаю уровень на экстинж, у меня Титан убивает пустынный. Уже второй раз. Сейчас китаец, походу, слезет с этого Титана и все. Второй день, блин, выживание. Чувак уже на таксете. Он точно спустится. Как он меня вообще заметил? На Титане летает и бомжей убивает. Вон, слез. Вижу его. Блин, хренеть. Таксет. Реально, чувак таксет. Челотек открыт. Ооо, вот этот удар мне он дал. Я на 100 метров отлетел. Блин. Ну что это? Что это было, блин? Жесткая традиция у меня. Умирать от Титана. Пофармил, электроники называется. Блин, это тот же самый дурачок. Почему нам так на него везет? За нами опять чел вонится на плоте. Смотрите. Только у него уже плот полностью в металле. И у него 4 турели. Длительность этой погони будет лишь измеряться тупостью этого пирата. Я не хочу, чтобы нас забаговали. У нас нормально все так хорошо идет. А, точно. Егор, ну дропаем мы волокна. Сейчас Егор будет дропать волокно. И челик может отвлечься и остановиться, чтобы волокно пособирать. У нас такая тактика. Только никому не рассказывай. Нафиг такое делать, блин. Ну тупое. Ну зачем такие погони? Ну одинаковая же скорость. Как он хочет нас догнать? Если скорость одинаковая. О, Егор дропает волокно. Оно прямо ему в плот залетает. Подожди, оно там остается? А не, оно через его плот пролетает. Прикол. Хотя некоторые мешочки, смотрите, вроде бы остаются. Ладно, не сработало. Погоня продолжается. Еще один плот плывет. Чувак, переагрись на того. Да смотри, какой хороший плот. Там турелей нету, давай. Я выпал, блядь. Почему этот чувак догнал нас? Егор выпал. Что? У тебя сишки были? Бля. Егор сишки были. Какого хрена? Он как-то догнал нас. О, можно его убить. Сейчас он вылезет тебя лутать. А не, смотри. Он не вылезет тебя лутать. Ладно, я развернусь, поплыву дальше. Короче, надо сваливать. Как он тебя догнал? Ты тогда заспавнишься там и заберешь свои вещи. Он даже не залутал тебя. Чего там? 20 плавилок стоит на берегу. Нормально. Он походу сейчас на них переключится. Да, он сейчас будет с турелями все убивать. О, да. Сейчас будет экшон. Там стоит рефон и мейвинг, и ориен. И чувак стоит там. Два чувака даже стоит на берегу. Сейчас будет экшон. Смотрим, смотрим. Турель начали убивать. Еще мейвинг прилетел. Сколько их? И чувак еще один бежит. И там вот это... А, Егор телепортировался. Да. Смотри на этот экшон. Охренеть. Охренеть. Он поплыл на плоте, и все сваливать сразу начали. Ты лучше уплывай, пока есть время. Эй, он за мной опять начал плыть. Он за мной? Дурак плывет? Там столько живки. Там столько всего. Так, чувак, он развернулся. Он развернулся и поплыл назад. Я хочу на это посмотреть. Они двигаются. И тут плот тоже двигается. Бля, прикинь бы, они забаговались. Мы трясишки кинули и два плота взорвали. Можно будет подплыть, если они у твоего забаговаются. Ну, пока они вроде бы двигаются. Чувак на Мэйвинге там еще бежать. Ну, там, блин, просто чувак на Грифоне есть, на Аргенте, на Мэйвинге. Там в трайбе человека три или четыре. И этот дебилоид на них напал. И они пока там что-то там мутят. Он просто не въехал в него. Что там такое вообще происходит? И что они будут делать? Мэйвинг что-то бегает. Там же турель дурачок. Может, у него пули там закончились? Кто-то взрывал сишки. Что? Что происходит? Чувак его специально обогует, смотри. Я мимо проплыл. Попытается чувака забаговать. Игорь, понимаешь, вокруг этого острова сейчас четыре плота одновременно. Я лучше подальше отплыву. Надо, чтобы за мной погоня не продолжалась. Пусть они там с себя разбираются. Я буду сейчас с самого дальнего расстояния сейчас наблюдать. Чё по Мэйвинге не стреляют? Мэйвинг так красиво в воду ушёл. Эээ, к нам будут. Нет, турели разворачиваются на Мэйвинге. Блин, Мэйвинге смешные. Короче, там какие-то очень странные дела происходят. Там вот чувак бегает, и по нему никто ничего не стреляет. Уходу пулики закончились, у дурочка он нашёл. Хотя, если бы его пульки закончились, он бы, наверное, сваливал бы оттуда. Они что-то пытаются у него ехать, но непонятно, что происходит вообще. Так. Херня, если он опять за нами, он, кажется, плывёт в нашу сторону. Не, разворачивается. Короче, знаете что, надо отсюда сваливать отсюда. Нам нельзя сейчас рисковать, нам надо фармить рессы на новую базу, так что пусть они там все разбираются. Или я оббегу, а не, я кругом оббегать их не хочу. Так. Всё. Делаю промышленную плавилку. Вот с этой штуковиной процесс пойдёт очень быстро. Так, мы на базе. У нас тут есть уже промышленная плавилка. Осталось только закинуть металл и развиться до супер базы. Вот такая вот серия. В следующей серии будем застравать нашу базу, делать супер мега большую базу с турелями там и всем остальным. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok